Так, хорошо, как меня прервали, чтобы видео было не сильно длинное, я могла потом залить себе в телеграм-заметки, чтобы там сохранилось, чтобы в телефоне вечером всё чищу. Так, значит, подвожу итоги. Ире нужно, мужчина этот постоянно у Иры просит помощи, чисто энергетическое, типа, когда ты в моём поле, когда ты со мной общаешься, ну, у меня всегда всё идёт классно. И он её сейчас попросил сделать своим наблюдением, потому что он в курсе, что она как наблюдатель очень классно его энергией подпитывает. И он мне попросил, типа, сделать так, чтобы у меня сделка совершилась, я не могу подписать контракт с судоходной компанией. Ира пришла ко мне, говорит, Нелли, поработай со мной, что мне нужно этому парню писать и говорить, и что с ним трансформировать, как найти с ним выгоды. И так далее. Я говорю, Ира, этому человеку нахер ничего не надо трансформировать. Этот человек не идёт по духовному пути, он не твой ученик, как это, учителя к ученику передавать знания. Я же говорю, а в себе-то это не вижу. Ты работай через себя, как я, и привожу ей примеры, когда ко мне приходят какие-то очень такие прям большие люди, вот, и им нафиг вот это не нужно сидеть там, шаблон трансформировать. Ты вникаешь в эту ситуацию, полностью разбираешь свою жизнь, причём разбираешь её так, что тебя так торкнуло, и ты просто офигела. Говорю, тебе надо, а этому мужчине нужно ещё разорвать контракт. Один разорвать контракт, поделить компанией между своей, там, семьёй, они не могут разобраться. Короче, там очень много компаний, и они как-то хотят поделиться и разделиться, и уйти каждый в своё дело, вот, а то они там все владельцы, как бы, семьёй, и друг другу мешают. И он хочет разорвать контракты, и, например, карго отдать дочке своей сестры, забрать себе другие компании, и если бы он забирает другие компании, или он карго забирает, короче, там, они думают. А дочка всё не идёт на уступки, и она никак, он не может с ней порвать контракты все и заключить новые, то, что вот я тебе это отдаю, откажись вот от этой доли, я тебе вот это отдаю. И я вот с этой долей уже, которая моя, могу херовертить, как я хочу, а тут, типа, я не там, не там, на двух стульях сижу, и, типа, везде надо разрешение спрашивать, и я не могу делать, а ты только мешаешь. Она реально ему мешает, вставляет палки в колёс, и люди с ней не хотят работать. Он говорит, я везде шишки набиваю, я хочу ей отдать, пускай хоть что забирает, а вторую половину заберу я. Мне пофиг, какую компанию, типа, мне оставят, это он ей Ире объясняет. Вот, и когда я с ней смогу разорвать контракт, только тогда у меня получится заключить новый контракт с судоходной компанией, в которой я буду поставлять все ресурсы для строительства судов, потому что все ресурсы для строительства судов у него есть. Вот, и там контракты на, просто на миллиарды, на очень большие деньги. И он говорит, Ира, давай поработай, я тебе обеспечу безбедную жизнь вообще, там, просто, все, что хочешь, там, миллионы, квартиры, машины, там, я не знаю, бизнесы, все тебе откроем, все, что ты хочешь. Знаешь, вот, главное, помоги мне закрыть этот контракт с семьей и открыть вот новый. И поработай со мной, что, блин, со мной не так. То, что каждый раз, когда ты в моем поле, у меня всегда сделки офигенные, крутые. И она ко мне обращается, да, и говорит, что поработай, Нелли, со мной. А я сижу и думаю, вот, нахрена мне с ней работать? Ну, как бы, какая мне выгода? Ну, ладно, это не важно, выгоды я уже нашла. Я говорю, Ира, ему не надо сидеть и трансформировать шаблон, и ты должна полностью поработать в себе. То есть он к тебе пришел показать тебя, какие контракты тебе надо разрушить. Вот как только ты какой-то контракт с кем-то разрушишь, ты сможешь заключить какой-то новый контракт. И причем тебе надо новых два контракта заключить, потому что везде пара, нам в знаки попадаются пара, 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 везде два. И тот человек, ему тоже надо два контракта заключить с Ирой, с женской энергией, с тем мужиком, с доходной компанией, Захарова зовут владелец мужской энергии, и разорвать один. То есть получается один контракт разорвать, два заключить. И говорю тебе, надо один с мужской, с ним, с этим, своим мужчиной контракт заключить, и с какой-то женской энергией контракт заключить. И разорвать тебе тоже какой-то контракт надо. А мы знаем, какой контракт надо разорвать. Она с ним в связи, с одним человеком пытается разорвать очень много лет, лет 10, и не получается. Вот, и мы уже что только с этими контрактами не делали, но сегодня ночью, когда разбирали, мы поняли, как разорвать контракт, что конкретно делать, потому что все знаки показали прям конкретно, что нужно делать прям в пошаговой последовательности. Вот, и она понимает, что до Нового года, до вступления в Эру Водолея, ей надо разобрать контракт, и только после этого заключить с двумя людьми. Мы нашли, с какой женщиной контракт заключить, и нашли, что с этим же мужиком, другом, и надо тоже контракт заключить. Вот, я говорю, ты когда себя проработаешь, тогда у мужика все пойдет, то есть не надо с ним общаться, ты работай с собой. Но, я сижу, я это объясняю, говорю, ты пришла ко мне как ученица с проблемой, соответственно, это мне надо разорвать контракт и заключить два новых. Это мне нужно полностью себя проработать, чтобы пошло у тебя, пойдет у тебя, пойдет и у него. И я и говорю, Ирина, ты пришла проработать меня, соответственно. И если ко мне будут приходить ученики, и я буду им говорить, если ученики ко мне с проблемой любой приходят, и я им буду говорить, не я с вами буду работать, а вы сейчас меня прорабатываете. То есть они рассказывают о своей проблеме, например, заболели онкологией, или у них долг 10 миллионов рублей, или у них там отношения с мужем порушились. Я им задаю наводящие вопросы, и они как учитель меня прорабатывают, что у меня онкология, то есть они вживаются в роль меня, как бы, и начинают не свои проблемы рассуждать, потому что свои проблемы рассуждать невозможно. Мы себя не видим, для этого к нам приходят люди показать нас в зеркало. Поэтому я буду говорить, так, постой там, Женя, или Саша, или Витя, или Лена, это у меня онкология. Давай проработай мою онкологию, и я буду рассказывать свои жизненные примеры, я буду рассказывать свои жизненные ситуации. Она меня-то со стороны лучше видит. И когда она расскажет обо мне, почему у меня онкология, когда мы вместе вытащим причины моей онкологии, когда мы вытащим выгоды моей онкологии, она будет мне помогать разобраться с моей онкологией. То есть я буду рассуждать, она будет это видеть, подсказывать. И только потом до нее дойдет, что все, что вы проработали во мне, это ее. Так мы и сделали. Ира села, и начала меня разбирать. Какой мне контракт нужно разобрать? Какой контракт мне нужно разрушить? С кем какие контракты заключить? И мы начали смотреть на знаки, что транслирует все, что вокруг находится. Естественно, она разбирала не без моей помощи. То есть она училась разбирать себя на мне. То есть самим себя разобрать сложно. Мне же тоже само себя сложно разобрать. Ко мне всегда приходят люди со своими проблемами. Я смотрю на них в зеркало и разбираю себя. Милиция, скорая, кто-то торопится. Тоже знают о мне. Скорая помощь. Скорая помощь мне в проблемах людей. То есть все люди, которые приходят ко мне, они приходят разобрать только меня. И как обычно происходит работа в этом мире у каждого человека. Я иду со своей проблемой к доктору, к парикмахеру, если мне надо постричься, к продавцу. То есть они меня обслуживают. Люди, которые приходят коучам, коучи их обслуживают. То есть они сидят, выслушивают клиента, пациента там, неважно, клиента. Сидят, слушают и рассказывают ему, что делать. Я хочу сейчас по-новому создать ситуацию, когда любой клиент, который ко мне приходит, он приходит меня учить. Ну, я это так понимаю. А теперь мне нужно рассказать каждому клиенту, что вот ты сел за стол, давай меня разбирать. То есть ты пришел со своей проблемой. И чтобы эту свою проблему в себе увидеть и разобрать, ты будешь разбирать не себя, а меня. Потому что у меня такая же проблема. Я-то ее не вижу. А этот человек должен увидеть во мне такую проблему. То есть я ему объясняю. Так, вот я раком болею, какие мне выгоды? Я сижу, рассуждаю, что я раком болею. Человек смотрит и подсказывает. Потому что со стороны мы, блядь, обожаем советовать и советчики. То есть я хочу его, этого клиента, посадить в роль советчика. И он будет советовать, когда я сама себя буду разбирать. Он сидит, советует, не советует, советует, советует. Это все его советы. И он начнет осознавать, что как раз таки это и есть, он для себя будет делать. Он будет, разбирая меня, разбирать себя. Потому что он себя может увидеть только в зеркале. И я поиграю в роли зеркал для каждого человека, естественно. Поэтому Ира, разобрав полностью всю мою ситуацию, а у меня были запросы, разобрала себя. Она поняла все, что нужно себе делать. У нас такие знаки пришли, подтверждающие, что она себя разобрала и просто реальность поменялась. У того чувака тоже начала реальность поменяться. Но он еще не разобрал контракт, но у него уже все там сдвинулось. Потому что у нас все сдвинулось. Мы решили вопрос с доходной компанией, не общаясь с тем человеком. Ирина решила свои вопросы, не разбирая ее. Мы разбирали меня. Я поучаствовала в роли Иры. Ну, из одной я выгоду получила. И Ира все поняла. Потому что я ей сколько объясняла ситуацию. Вот она приехала уже 2-3 недели, со мной живет. И она никак не может разорвать контракт с человеком 10 лет. У нее не получается. Там реально сложная ситуация. И это пипец, как не получается. И только когда она мне стала объяснять про мои контракты, она поняла все про себя. Вот. То есть я меняю подход. Я буду садить человека, чтобы решить его проблему. Мы будем просто разбирать меня. А вот учить его трансформировать шаблоны, это будет отдельное вообще мое обучение для тех людей, которым не нужны деньги, которым не нужно... Они пришли найти в эту жизнь любовь, радость, расшириться, опознать, кто он, свое предназначение, кто хочет нести слово людям, кто хочет своей энергией трансформировать в других. И это будет долгое обучение по трансформации. Долго, эффективно и тяжело. Вот. Для тех, кто готов. Все, кто приходит со своими проблемами, они не готовы к этим изменениям. Им это не нужно. Им нужно решить свои проблемы. А я в ученики проблемных не беру. Ученики будут... То есть у меня будет разделение. Все проблемы легко будут решаться, когда я буду себя разбирать, и мне будет в этом помогать этот ученик, который пришел с проблемой. Вот. Это очень крутой подход, потому что я себя разбираю, и там мозг у людей просто плавится, и они, ну, прям себя видят. Вот. Вот эту технику я сейчас буду применять. Я же думала, чем мне заняться. Мне нужно было контракты расторгнуть со всеми привязками к той деятельности, которой я занимаюсь, да, и трансформировать ее по-новому. Накануне я Ире говорю, она что-то у меня спросила про инопланетян, кто мы, что мы там, тра-та-та. Я говорю, я слушала книгу Пятибрата, Владимир Пятибрат, глубинная книга. Очень интересная, она со мной резонирует, потому что очень много классных вещей с его колокольни можно подчеркнуть и в целое добавить. То есть как еще одну грань истины, кусочек истины, можно добавить к целой картине. То есть любая информация, которая к нам приходит, неважно, с каких источников, которая самая бредовая, это просто одна грань от целого. То есть в любой информации есть правда, сама по себе информация, любая ложь. Но собирая эту информацию, мы можем целостность собирать, истину. Но, блин, истина всегда рядом, можно ее собирать бесконечно, но более глубокое понимание, как устроен наш мир, я копаюсь и в квантовой физике, и в физике, и в химии, и у конспирологов, у бредологов. У бредологов вообще очень много классных идей, которые заставляют думать вообще с другой стороны, с которой ты даже не подумал, и с изнанки, и так, и сяк. И вот эти кусочки складываются, и истинно больше получается. И вот я Петербрата слушаю, и он рассказывает такую тему, очень много рассказывал, что, когда он был маленьким, он со своим другом мелким, не знаю, сколько ему там было, 6 лет, 7, 8, они пошли в бункер, который находится под Геленджиком. И в этом бункере были различные, такие в нишах, технологичные штуки, и в этих технологичных штуках он рассматривал всякие предметы, которые, ну, всякие предметы. И висели еще карты с технологичными штуками, где на этих картах было написано, ну, нарисованы какие-то изобретения, что вот нарисованные. И он рассказывает, что он увидел вещи, которые были изобретены там в 70-х, 80-х годах, вот когда он жил. Я не помню, в каком году он был в Геленджике, в этот момент, 70-80, вот в каком-то промежутке. И он смотрит и видит те технологии, которые у них сейчас есть. А им отец этого, его друга, объясняет, что вот эти технологии здесь уже хранятся там 100-200 лет, ну, короче, давно. Вот. А их в мир только сейчас отдали. А вот эта технология будет там через время, там через 10 лет, через 5. Там были сотовые телефоны, там были искусственные, ну, эти карты с разложением работы искусственного интеллекта, там были и телевизоры, которые только там через 30 лет появятся, там были компьютеры, которые появятся потом, там были вот всякие технологии, там даже были капсулы, в которые ты ложишься, это 50 лет назад было, да. и полностью излечиваешься. И он рассказывал про технологии, а книжка, ну, была там в 80-х годах написана, а на свет она в 90-каком-то году была у него написана, издана, как бы. А читали её вообще там 2000-каком-то году. Издательство там на Озоне в 21-м году появилось, ну, и так далее. То есть такой путь за 50 лет эта книжка прошла. Вернее, он её начал писать, он её писал 20 лет, описывал своё детство, писал уже, когда был взрослым, уже писал в 90-х, да, в 90-х писал книжку о том, что он видел там со своего детства и вот эти вот всякие вещи. И вот он рассказывал, что в этом бункере, которому доступ там, есть, наверное, президенты, есть доступ, есть технологии, которые уже давным-давно и нам по чуть-чуть выдают. Я просто эту историю рассказываю Ире за сутки до вчерашней ночи. И она говорит, что, Нелли, ты мне рассказывала про себя, ну, не про него, тебе нужно заглянуть в свой бункер в башке. И она мне такая со стороны говорит. Я говорю, Ир, ну, это же тебе тоже надо заглянуть в бункер в башке. Она такая, да, заглянем. Говорит, давай сначала тебя разберём. Я говорю, давай, чтобы я, говорит, о себе поняла. Я говорю, давай. Потому что я понимаю о себе только когда я других разбираю. Когда я другим говорю, я начинаю понимать. Это, ну, как бы, это естественно. Когда мы другим объясняем, мы начинаем понимать. Естественно, поэтому я хочу, чтобы ученики объясняли мне, блядь, обо мне. И тогда они будут себя понимать. Это же, ну, просто гениально, круто. А я, естественно, буду им подсказывать. Вот. Но они будут видеть во мне то, что я не вижу, естественно. И то, что они мне будут говорить, это же я через них себе говорю. Это, ну, настолько круто работает. То, просто ученик, который будет ко мне садиться, он будет заранее знать, что он сейчас будет в роли моего учителя и будет разбирать меня и учиться сразу быть коучем. Но только если он так научится и будет коучить, это опять будет по-старому. Ему надо будет также своих учеников садить и говорить, ты теперь учитель, а я ученик. Учи меня. Тот, кто пришел с проблемами, должен будет учить его. то есть это настолько эффективно, я не знаю, там, в тысячу раз просто скорость работы увеличится, эффективность, даже не скорость, скоростью, эффективность, результативность увеличится с таким подходом. Это, мне кажется, я, наверное, никому не буду выкладывать, рассказывать. Так, это я для себя. Я подумаю, что из этого выложить, что из этого не выложить. Так вот, и она мне говорит, так это же ты должна зайти в свой бункер, ты сама себя через пяти братов подсказку же даешь, ты же его, блин, сейчас обсуждала со мной, а ты на самом деле себя обсуждала. Я же говорю, а, ну точно, спасибо, говорю за подсказку. Она говорит, вспомни, вспомни, что ты такого знала, какие-то новые технологии, которых еще нет в этом мире, нет в этом мире новых технологий, но они уже есть в твоем бункере, уже десятилетиями пылятся и хранятся. Ты должна их вытащить наружу и сейчас начать показывать людям. Я говорю, блин, что я такого могу знать и не использовала столько лет? Ну, говорю, Ир, такого не может быть. И она такая говорит, к тебе вчера, я же это все пропустила, блин, тебе же вчера пришел парень и написал комментарий, Нелли, я на вас смотрю, Юрий его зовут, я же на вас смотрю, и мне кажется, что вам пора рожать, время пришло, я вижу это. Я ему, конечно, написала, вы понимаете, что нельзя такие вещи говорить, время пришло, я понимаю, что это ваша боль, я понимаю, что это ваш внутренний ребенок пришел к вам родиться, это вам надо на себя посмотреть, перевела на него стрелки и ходила и думала, блин, ну это же он и о моем внутреннем ребенке, я сижу, значит, говорю, у меня должна быть родиться новая работа, и мне все подписчики, Ира и Айгули, я себе, мы такие, ну да, новое дело, я же сейчас ищу свое новое дело, вот, оно будет, я как бы уже начала понимать, что он просто пришел мне сказать, что вот новое дело, и тут мне Ира говорит ночью, он тебе сказал, не про конкретно ребенка, а что время пришло сейчас, и она сидит, смотрит на часы, вот эти вот, посередине, и говорит, время пришло сейчас достать, и мужик тебе и сказал, изнутри достать, ребенок же изнутри достается, время пришло достать изнутри этого ребенка сейчас, я его пропустила, но это был для меня офигенный знак, про бункер был офигенный знак, так, Ира мне говорит, ну или посмотри на эти знаки, я говорю, хорошо, а что мне нужно, что мне нужно достать, ну, надо к следующему шагу переходить, говорит, пойдем чай попьем, кофе, время, блин, 3-4 утра, такая, давай, короче, чайку, сейчас подумаем, так, надо уже 24 минуты, новое видео записывать,